добрый вечер друзья железов на связи сейчас мы с вами еще одну тему рассмотрим причем благодаря одному из вас есть очень любопытные люди такие сказать любознательно с одним из них сейчас мы познакомимся ближе и так и так и так это очень важно для многих из вас но не для всех одна из тем называется как мы попали в эту задницу и почему мы до сих пор не сидим и выбраться не можем натуральная задница меня зовут герман очень интересно в своих обзорах упомянули о старинных книгах дёрна участки не копать кстати у книга копать краневая система посадки деревьев пожалуйста пришлите обложки книг авторов или статьи публикации заранее благодарю с уважением герман следующее письмо от него же у меня нет ваша электронная почта я же его должен куда-то выслать обложки книг статьи то есть в виде фотографий я его фотографировал прямо страницы или обложки этого добра мне хватает я сказал да он пишет у меня нет вашей трудной почте пишите пожалуйста я всегда говорю ребята он не один такой кто растерялся в этом плане есть сайт по-русски в любом поисковой системе сайт садово-дожелезово на главной странице есть раздел который называется контакты там есть мой электронный адрес пожалуйста здесь я его тоже написал вот видите причем активированный но это у меня в фильме он будет поэтому кому надо то уже совсем не может если люди интересные потом с одним из них с одним из них вас познакомлю нет не потом сейчас ни одного случая не упущу ни одного никогда сами сайт вот он вот это железо вот это мой друг один из магикан один из тех кто создавал советское а потом уже российское садово-дожелезово вот он же автор уникального благ мастики я ничего не мог придумать как разместить его данные в себя на главной странице сайта своего вот он сайте видите уникальная вещь я скажу а вот этот а вот здесь еще раз вот здесь контакт нет контакты вот они сюда стоит нажать и все вот они контакты вот электронный адрес тогда проще но есть такой момент интересный потому что такие случаи бывают и вот таким случаем столкнулся один из самых талантливых инженеров россии с задовольческой наклонностью склонности он носит у него нет у него он пережил страшная катастрофа в своей жизни и на данный момент хотите лак мастику его уникальную знаменитую приобрести будьте добры это делается просто выберете это самое сейчас я свою так одет так делаю сейчас я пойду вот и вечер на телефону злодох это мой принцип Так уж, простите за эти перерывы, но здоровье не очень, а за мной следят, чтобы вовремя успеть что-то сделать, если станет ещё хуже Я снимаю кино, всё в порядке Ага, потом Так, теперь так, значит, это жизнь, ничего удивляться не надо Итак, Валерий Александрович, для него это сейчас продажа вам лакмастика, это его способ выживания Вот, можно сказать, компьютер купит А на данный момент это ваш шанс лакмастика Подробнее сейчас не буду Скажу, что это уникальная вещь по заживлению, по отпуговине мышей, по зимним обрезкам Вот, как я, например, режу черенки на прививку И именно торцы обрабатываю этим лаком Он ещё и, как-то слово-то, может быть, я неправильно слово бактерицидную назову, а может, правильно Так, проехали, идём дальше Мы возвращаемся к письму Извините, я не умею по-другому Привыхайте, кому надо тут привык уже Итак, электронная почта, вот она Теперь, я ему выслал её только сейчас А это просто перекопировал с WhatsApp Вот, наверное, Валерий Костянович, третье письмо Выздоравливайте, всё по возможности, как будете себя хорошо чувствовать Тогда сделайте интересную тему Вот и начал делать Я очень хотел изучить труды наших плюсков по данным темам Я спрашиваю у Германа Ну, хочу осознавать, с какого у вас образования Сельхоз? Нет, сельхоз нет Ничего себе Где же ты, это, Герман был раньше-то Когда надо было выбирать институт Вот, нам такие нужны Потому что там такое засилие людей Настолько Я не говорю глупых, нет Я говорю равнодушных Это ещё страшнее Всё новое, это он пишет Всё новое, это забытое, старое Как можно делать и не знать историю садоводства Можно Вот, то есть не так Историю садоводства, в принципе, знают Помнят, какой негодяй был, тот самый Лысенко, компания к нему попала, даже Мичурин Начали перехвалили, потом давали ноги вытирать И из могилы вытаскивать и пинать Всё было Это и считается историей А история, на самом деле, не такая Когда я в них это делал Я написал и сделал много фильмов под названием Предтечи, предтечи Люди даже Сколько Ой, у меня же есть этот самый На моём канале Но опять никому не надо Вот кроме таких, как Герман Поэтому показывать не буду На моём канале Есть тема, где есть слово предтечи Далее Дальше горько пишет Герман, у нас людей нет интересного Обе только бабки Честно сказать, не ожидал, что вы так глубоко изучили эту тему Очень приятно Любой сюжет ваших видеообзоров обрастает дополнительной информации Где-то недосказанности и домыслами Немыслимо Но в каждой теме множество тонкостей Это верно Напоминает о титанической работе Проделанной вами Офемилоками По содержанию Просто промолчу Это надо знать Спасибо за то, что делитесь своим опытом Мне очень приятно познакомиться за очередь И за неожиданную возможность Сознать о вашем мире Надежды и созидания Браво Таймон Боргаре С уважением Герман А так, Герман, сейчас попробую ответить на ваши вопросы Ну, за пожелание здоровья Спасибо Представьте себе Март месяц Середина марта И уйдет уничтожение одной трети сада Причем уничтожаются деревья Которым надо бы У нас же в Сибири нет места Миллионы гектаров Дорастают лесом А нам не дали даже клочка Даже одного До сих пор, по-моему, все даже Да, мы сейчас даже платим за то, чтобы Было место на кладбище У нас даже это не полагается нам Метра на два Даже это И вот получается, что Третья часть сада сожжена То, что было сожжено Это 25-35 лет Это уникальные сорта Это не старики Немощные Избитые морозами Да Но абсолютно без болезни Не считая Трутовиков В виде сущих Очень, кстати, полезно Вот Для меня идиотство Когда с трутовиком борется Благодаря тем книгам Которые вы попросили ознакомить И вот получается, что Были унестежены деревья Которые именно в этом году В 22-м году Летом и осенью Дали рекордного рожая Для всей страны И еще бы давали Но Горько Вот Я это пропустил через свое сердце Сейчас лежал в целый день И только сейчас поднялся Потому что я обещал человеку сделать фильм Результат современный Этих самых Публикаций Которые вы просите вас познакомить Вот Видите Вот это вот Вначале делают А потом хотят с него что-то вывести Вот И вот начинается То самое То самое И вот здесь я Я хотел Я должен был вам выслать Ну порядка 100 фотографий У меня на самом деле больше Я понял что Мне надо сделать так Чтобы это было пользой Не всем Многие просто Меня сейчас отключатся Или еще и пошлют подальше Тогда я решил Значит вот так Итак Публикации Вот Фактически получается Я должен повторить В 228 вебинаров И опять должен их повторить Потому что я Большую часть этого показывал Но не все Я решил тогда сделать так Я вас знакомлю С самим принципом Хотите изучить журнал Представительное хозяйство За эти годы он принес Огромный вред Потому что вот это все Называется уничтожение деревьев Под видом Придумать из плодовых деревьев Здесь не делать декоративное А? Как у человека двухметрового Почему это? Надо ему голову отрубить И он станет за этим Нормальным Пойдем дальше Пойдем дальше Вот это вот Я не могу все показать Это тихий ужас Вот Потом значит Получается следующее С главным знакомым Вот журнал Я был в Абакане И там продавали Сарусы Я зашел посмотреть Якобы продавали От Бардаусского института Имени Лисовенко Якобы Сколько Вижу качество Нижайшее Это понятно Так и должно быть Это же институт Но дело в том Что Я так и не мог понять Настоящие институты Или нет А она Продавщица Вот это вот Показывают Люди приходят И ее продавщица Спрашивают как специалиста А какой она специалист Я с ней поговорил Она ничего не знает А она бах Мне в морду Извините Ну так Вот этот журнал Вот так садите А потом еще Проросеннюю обрезку Поняли Да Вот он Сажен с обреченным На смерть Вот это и есть Современное Это Я это сказал Современное Питомниковое Нет Не так Современное садоводство Вот Огромный вред Принес Вот этот самый Вот этот самый Вот этот самый Телеканал Бобер Но я его столько Пинал Что уже неудобно Он какое-то время Исчез Может быть Он вообще не исчез Но с моего экрана Исчез Потом началось Вот такие Вот смотрите Ну естественно Я беру Открываю книгу Ну обложки Я не снимал Вот она Страшная вещь Она страшна тем Что на рисунке Номер один Это считается Страшный вред Это страшная ошибка И вторая ошибка Широкая Сильная Рана А вот это Якобы правильно А на самом-то деле Когда-нибудь Школа будет проходить Уже по железу Еще раз говорю У меня Полсотни Сотни Все наоборот Вообще Другое садоводство Не то что Выделить какие-то элементы Мол У нас север У нас не должно быть Таких рад Вот правильно Как номер один Вот Я начинаю волноваться А дальше пошло Это все надо комментировать Комментировать Вот Почему Ошибок Многих Страшное количество Страшное Невероятное Но я восстановлю Только тем Уже как сказали Обложки И Основные Вредные приемы Вот сейчас получите Гражданин Берман Вот Вот здесь вот Да Выглядит так Допустим Аж 5 Присадное хозяйство Надо Чтобы продать Я не буду Все показывать Обрезка плодовых Деревьев Зимой Это же Чтобы продать Зимой Живицы Заметьте Заметьте А это зима 15-го года И чтобы продать Ее Зимой Зимой Написано Зимой Надо взять И доказать И доказать Людям Что зимой Надо Колечь И деревья Подлость Невероятна И че Это Это было Получается 8 лет Азат Представь на Хозяйство Вот Они Мне ненавидят Я их Ненавижу Взаимная Любовь Если бы Если бы Они Они Зали Сколько От них Вреда Может Перестали Меня Ненавидеть Вот Такие Вещи Происходят Это То же Самое Такое Как Поливать Сколько Воды Да Лучше Не Поливать Чем Вот Эти Советы Все Это Страшная Вещь Когда Со Шланга Поливают Но Главное Продать Шланг И докажут Что Это Вот Идем Дальше Идем Дальше Идем Дальше Все Не Покажу Вот Это Страшный Снимок Знаете Что У Человек Старое Многие Старое Деревье Он Должен Взять Буквально Шпатель Что То Вроде Шпателя И Еще Это Очень Жесткий В левой Руке У него Щетка По Металлу Смотрите Внимательно Кора После Обработки Должна Быть На ощупь Гладкой Это Полностью Взять Вот Дерево И Уничтожить Вот Прям Взять Своими руками Ему Нужно Статью Пихнуть Может Даже Сребреники Заработать Ну Типа Гонорар Раньше Сребрениками Назумали Раз Это Польза Вред Значит Это Уже Не Гонорар Если Ты Смертельный Прием Применил Это Уже Не Гонорар Это Называй Пол Вы представляете Что остается Это Дерево Не будет Ничем Отличаться Как Возьмите Ножку Стула Дели Нет Подержите Она Много Веток Дает Ножка От стула Или Ножка От стола Деревянная Вот Это Они Делают И Ведь Это Опять Журнал Идем Дальше Ну Подлейшая Вещь Автора Называть Не буду И Журнал Это Вот Посмотрите Что Делается Отрезая Центральное Это Даже Хуже Чем Человек Сирпом Даже Хуже Обрежьте Слишком Длинные Корни Но Это Какой Идиот Вот Это Мог Придумать Тут Над Кажем Корешком Это Буквально Трясешься Как Такое Придумать Как Центральный Корень Который Добывает Именно Минеральный Раствор Самый Незамерзающий Вместо Него Страшная Рада Как Чем Будет Это Что Должна Замерзать При Что Такой Дождевая Вода Это Почти Дистиллированная Какой Там Черт Антиферис Она Почти Нет Ни Солей Ни Минерал Они Там Внизу Оттуда Сосать Надо Оттуда Морозостой Чем Он Вот Это Не Просто Человек Взял И Написал Целую Книгу И Теперь Любой Кто Купит Сажен Скажет Нет Первая Операция Это Корень Отрезать Первая Операция Взял Руку И Кстати Сказать Ну Ладно Это Старая Книга Очень Старая Первое Издание Было Считано В 19 веке Но Несколько Днів Назад Показывает Ну Не успеваю Надо С экрана Снимать С помощью Этого Фотоаппарата Я не успеваю Вот Он Держит Такой Сажен И Что Он Делает Всю Нижнюю Половину Выщипывает Эти Побеги Он Вместо Сажен Решил Что Нижнескалетных Веток Не Надо Быть Он Взял Руками На Глазах У Се Страны Щипал 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 Где-то Околометра Оказалось Выщипано Так Я Не знаю Видно Меня Нет Сейчас Посмотрим Где-то Околометра Оказалось Околометра А Ваще Пошел Ахрон Как Туда Когда Это Вместо Веток Одни Раны Как Туда Будет Поступать Раствор Питателей И прочее Без Этих Веток Нижне Кто Будет Кормить Кормить Глюкоза Это Чек Понятия Не Име Зачем Чек Он Нужно Эти Листья Тут же Не Знает И Коре Не Знает А Книг Это Напечатано А у У нас Всегда Советских Реводов Книга Напечатана Это Святое Не Может Чек Ошибаться Не Может Ладно Еще Несколько Продемонстрирую Обнерзно Стоит Давление Опять Подниматься Имеет Право Человек Которого Это Само Наградили За Бессонные Ночи За Недельное Устранение Авари За Спасение Людей Имеет Право На свое Мнение Никого Не бояться Ни академиков Никого Просто Не бояться Наверное Самое Старое Что я Нашел Издание Землеустроительного Отдела Веленского Губернского Присутствия Номер Сад И огород Видели С ятями Видели Да И вот Это Самое Страшное Я Всегда Ненавидел Терпеть Ненавижу Чиновников Они Сидят Во всех Департамент Департаменты Есть В каждой Республике Вот Есть Специалисты По Это Самое Ну В данном случае Слово Не то Землеустроительное Обычно Отдел Озеленения Или Хотя бы В штатном Есть Специалист По озеленению Ничего Не понимает Все Пошло отсюда 19 век Видите Твердый знак Убедились Вот Жаль Я не вижу Здесь Даты 1800 Наверное Какой-то Год И вот Тут Что Вот Вся Вот Эта Дурь Которая Напечатана Где-то С веки С моей Колокольни То Что Еще С трудом Могло Бы Выжить Где Виталий Испания А пришла Технология Оттуда Вот Я Вот Не мог Читать Шреддера Он Считается 19 век Он Считается Русский Фамилия Конечно Не русская Выходец Конечно Не из России Но Считается Русский Садовый Вот Такую Книгу Напечатал Мне Хватило Страниц На 8 Дальше Давление Не могу Читать Все А потом Такие Получаются Одобрено Департаментом Земле Делие Для Распространения Срединародных Школ И Грамотных Крестьян Представляете Каким Повезло Внимание Распространили Ой Неужели Мне Все Это Читать Придется Я Обещал Что Не Буду Все А Этот Отдельно Потом Герман Прочет Ну Еще Таких Найдется Я Чуть Не Сказал Тысячу Хотя Бо Сто Давайте Смотреть Вы Видели Что Человек Сделал Длиннучий Штамп Длиннучий Тот Самый Который До Сих Пор Взять На Экране Показывает Се Стране Как Он Выщипывает То Что Принадлежит Дереву Но Это Тоже Самое Как Китайские Принцесси Они Растут А у них Туфли Остаются Те же И нога Туфля Чтобы Не Росла Это Просто Ясно Было Для Извращения Вот Она Девушка Женщина Тупо Такая Якобы Она Все Еще Ребенок С Такими Интересными Постелем Здесь Какой Интерес За Какой Черт Мое Дерево Это Стан Искусственное Со Страшными Ранами Я Не Спроста Это Реальная Жизнь Это Саженец Доведенное До Ума Я Содрогаюсь А Люди Это Специально Сделали Это Мне Прислали Все Честно Ладно Идем Дальше А где Мы Были Вот Где Мы Были Итак Мы Полюбовались Нет Не Полностью Полюбовались Прошу Прощения Значит Кто-то Решил В 19 Веке Что Если Взять Саженец Все Всасывающие Корички Отрезать Дерево Не умрет Оно Выбросит Много Мелких Корешков И Теперь Они Таким Пышные Окажутся А вы Представляете Какое Страшное Это Преступление Человек Совершил Для Грамотных Крестьян Сколько Они Дерево Погубили Да Они Все Погибают Да Их Попрочнее Но Мы Хотим Иметь Вот Такое Понимаете Вот Чтобы Иметь Вот Такое Вот Вот Такое Вот Вот Допустим Это Сибирь Шушенский Допустим Хотели Иметь Такое Ну Разве Тут Можно Корни Обрезать Что Вы Получите Искалечить Корни Искалечить Буквально Поступает Меньше Влаги Ну Даже Просто Выжил Но Влаги Поступало Меньше Значит Процессы Частичного Раз Дерево Выжило Частичного Подмерзания Загнивания Умирания Они уже Гораздо Больше Проявляются А дальше Смотришь Насекомых На таких Деревьях Не трог Корень И нет Насекомых Но Вот Искали Искали Вот Вот Эта девушка Это моя Совесть Как Она Аспирантка Института Университета Дружит Со мной Вместе Работаем Так Вот Приедет Скоро Будем Плевать Вместе Нам Уже Такие Абрюкосы Кажутся Мелкие Поняли Да И вот Получается Что И они Живут Только Из-за Этого Что Никто Вот Эту Идиотскую Не Делает Эту Идиотскую Вещь Давайте Посмотрим Где Мы Были Вот Она Видите Вот Это Страшная Вещь И Это Распространялось Еще В 19 Веке Как Можно Сасывающие Корешки Самые Тонкие Взять Отрезать Якобы Будет Пышнее А Дерево Будет Больнее Я Убеждаю Одних И тех Несколько Тысяч Человек Вот Ну Пожалуйста Я Всегда Поражаюсь Но Вот Уже Есть Уже Есть Этот Самый Холм 19 Веке Холм Был Придуман Я Не Это Беру Я Не Это Беру На Садится На Нетронутую Почву Вот Это По Железову А Здесь Получилось Может Быть Все Перекоп Может Быть А Главное Вот Здесь Сделано Все Равно Лунка Чтобы Нормально Развивалась Вот Если бы Тут Было Было Бы Человек Посмотрел Многие Даже Не читают Но Он Глянул На Картинку Ему Все Ясно Вот Если Вот Две Картинки Первая Вот Это Ну Пусть На Первую Неделю Месяц Друг Засуха Лучше Приживется С холма Вода Скатывается Да Есть Проблема А Рядом Такой Снимок Только Уже Без Этой Прошли Так Что Раз Сгладили Нету Лунки Уже Когда Он Прижился Вот Тогда Это Было По Честному А Так Что Абрикос Груши Что Так Сгнило Не Было Холма Что На Холме Сгниет Вот Так Все Ладно Дальше Другие Темы Пошли Еще Покажу Немного Все Я Начинаю Это Вот Здесь Происходят Страшные Вещи Я Уже Не Беру Эти Самые Это Я Просто Фотографировал С Экрана Вот То Самое Вот Зачем Персику Стамбу Нахрен Не Нужен А Зачем Он Выращивает На Продажу Он Потом Вам Продаст Но Уже Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Веток Уже Не Будет Это Место Теперь Уже Искалечено Это Точно Раз Здесь Были Появились Раны А Дальше То Что И Снегом Не Закроет Полностью Он Замерзет А Вы Сделайте Так Чтобы Он От Самого Низа Распростался Ну Такое Трудно Продать Люди Привыкнут К Этим Идиотским Метровым Штаммом Потом Полметра Крона И Вот Так Все По Это Еще Учит Других Как Это Делать Так Все Уже Давление Все Все Я Моя Фотография Что Она Тут Делает Походу Не Моя Она В Этим Тимирезовской Академии И Те Глядя На него На этот Сайт Думают Тимирезовцы Какие Абрикосы Выпускают Оказывается Фотографию Свиснут У меня И До Сих Пор Не Убрали А Почему Параллельный мир Они даже не знают Что они позорятся Так Ну это Я чисто Случайно Ребята Мне надо С вами Почти Расставаться Почти Расставаться Вот Вот Это Все Смертельные Примеры Смертельные Примеры Вот Это Фильм Вот Скажите Какой Смысл Убили Деревья Убили Чтобы Не Было Ран Посмотрите На Страшную Рану Справа Посмотрите На Берили Тогда А вот Страшная Раза Два Три Вы Сделали Чашеобразную Форму У Зрослого Дерева Вот Такие Раны Отрезали Вот Такие Ветки Отрезали Нет Раньше А Берили Зачем Вот Эти Страшные Раны Уже Береть Не Надо Вот 900 Тысяч Просмотров Это Самая Поливкина Самая Вредная В Кране Оказалось Вот Это Средство Массоинформации Сейчас Ну Если У нее Уже Она Не Убрана У нее Уже Больше Двух Миллионов Просмотров Да Против Моих Сотен То Несовместимая Вещь Больше Двух Миллионов Бред Дичайший И Никто Не Остановит Ну И Еще Сказать Что Нибудь Здесь Огромное Количество Информации Мы Только Начали Вот Это Тоже От 19 Века Перешло Человек Который Назвал Себя Феей Милая Личика Очень Обаятельная Уничтожает Дерево На Ваших Глазах Все Подряд Отрезает Она Не Знает Зачем Дерево А Ее Какое Дело Ее Дело За Работу Черепленника Вот Интересно Если бы Она Знала Об этом Страшном Вреде Ведь Повторят За ней Тысячи 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 Вот Для Этого Ей Нужно Обаяние И Просмотры Только Мордочки А Дальше Филова Куда Ты Полезала Ты Женес Содом Что Ты Творишь Кто Ее Остановит Еще Множество Так Что Как Видите И Я Не мог Просто Пройти Мимо Фильмах То же самое Что и В этих Книгах А вы Правильно Герман Вы захотели Историю Увидеть Да Историю Потом Кстати Все эти Глупости Переходят Вот Энциклопедия Кто Позволил Нас Слово Энциклопедия Назвать Энциклопедия Истина Последняя Там Набор Глупостей Ну Давайте Еще Посмотрим Я Пытался Этого Противостоять Вот Смотрите Это Моя Брошюра Вот Эти Стили Брошюры 200 рублей Стоит 200 Четыре Человека Могли бы По 50 рублей Получается Штука Могли бы Получить Ее Из ваших Рук На день Рождения На 8 марта Дешево Если Где-то Польза Была Бо Какая Видите Обрезка Спасающая Губитель То О чем Мы Говорим Вот Такая Литература Не Нужна Не Нужна Вот Еще Маленечко И все И закончим Это Все Из конца Не видно Вот Уничтожение Черешин Это Крытый Киск Нигде Она Если У меня Так Автор Называть Не буду Учитывая Возраст Неужели Так Не Поняла Что Если С 5 8 Так Оставлять 3 Это Невероятное Предательство Какое Садоводство А потом Якобы Движем На Север Подойдя Вот Все Что Вы Видите Вот Торчат Вот Небрежно Отрезались Ветки 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 С каждого Яруса Вот А Это Книга Как Она Называется Черешья Зимняя Черешья На Север Вот Человек Ветки Ветки Работает Не Будем Уже Говорить Пора Пришла Реабилитировать Лусенко Ну Некому А мне Уже Здоровья Наверное Не хватит Можно было Заняться Но Это Профинальная Работа Если Б меня Заплатили За Нее Я бы Морти Сделал Но Чисто Морально Я Это Считаю Что Это Останется Мой Невыполненный Долг Перед Вот Вот Этому Человеку Я Выслал Книги Я Выслал Эти Самые Диски Учебные Я Думал Ну Вот Покажет Меня На Этом Телеэкране Вот Видите Внизу У него Написано Научный Канал Даже Спасибо Не Написал То Человек Случайный Я понимаю Какой Журналист Языком Молодь Хотя Его Дело Было Пропагандой Науки Какие Были Эти Я помню Наука И Жизнь Я помню Значит Воль Память Вторей 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 Заня Сила Вот Какие Были Журналисты Голованов Был Ё-моё Память Они Не ученые Были Они Пропагандировали Науку Сейчас Место Извините За выражение Заняли Мы Я Латинков Но Латинков Уже Заболчал Навсегда Вот Страшно Ему Два Назад Было бы 68 лет Два Назад Ему Было бы 68 лет И он Замолчал Скоро Я Замолчу А эти Все Из пустого Порожнее Вот Так Друзья Вот Кстати Юному Садоводу Вот Она Под рукой Видите Вот Здесь Те же Самые Наборы Девушки Клева 100 Тысяч Тираж Вот У меня Вот Эта Книга Да Эта Книга Которая Последняя 1200 По-моему А у него 100 Тысяч Разве Я смогу Переучить Вот Эта Книга Смотрите Умный Сад Как Переходить Книга Мы делали Ее С этим Самым Хочем Позвать Курдюмом Вот два Автора Курдюма Железа Посмотрите Что Получилось Уже Это Поздравляю Валерий Константинович Николай Иванович У меня Написал Перевод науки Совершён Ага Сейчас Спросите Ревого Академика Какой Железа Ну Курдюм Он знает Благодаря Огромным Тиражам И он Выпускники Мерезовки Еще Посчитали Предателем Раз Железом Чуть Я не Сказал Слово Сниколс Вот Так Вот А вот Здесь 100 тысяч Экземпляров Как Уничтожать Деревья О Кстати Видели Там Помните До гладкого состояния Скоблил Ну вот Пожалуйста Откуда Пошло Да Вот С этого Потому что Это самое Они друг друга Перепишивают И больше Ничего И как Аккуратно Надо Уничтожить Дерево Подстелить Видите Вот Я Когда В это Смотрю Всегда Когда Вижу Подстилки Это Не Первый Раз Я Вспоминаю Незабедного Остапа Бендера В этом Самом В этом В этом В этом Золотом Теленке Вот Его Помощников Шура Балаганова И Этого Самого О Память Е-моё Моя Любимая Книга С Десяти Лет Рифа Петрова Золотой Теленок Шура Балаганова И Паниковский Паниковский Вот По Слепого Работал И Вот Они Взяли Украли У Потенциального Миллионера Корейка Две Аггери То есть Сиду Гробовы Как они Корячились Как они Их Украли Таска Тащили За город И вот Когда Они Взяли Пилки По металлу Чтобы Распилить Вот И вот Паниковский Говорит Минуточку Вот Газетку Постили Чтобы Не одна Крошка Чтобы Не одна Это Самая Не Полинка Это Как Она Называется Чтобы Не одна Чтобы Не одна Шопка Напили Что Получается Вот Не пропала Не 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 Капель Крошка Золота Подстелил А потом Они Пилили Пилили Все Пилили А они Оказались Внутри Черные А не золотые Опилки Думали Будут Золотые Опилки Подстелили Вот он Тоже Так Аккуратно Дерево Не стерляет Что Ведь там Оказывается Зловредные Насекомые Живут Ведь их Сейчас Надо Уничтожить А для Этого Сейчас Уберет Эту Просынку Еще Сожгет И Пошло Пошло А еще Ничего Попало А еще Особенно Шкрепки Вот А еще Совсем Нет Это Кухонный Нож Ужас Вот Это Вот Ладно Проехали Вот То есть Вот Это Знать Уметь Это Сто Тысяч Детей Якобы Должны Были Это Юному Садоводу Витера Сто Тысяч Вот Ну что Герман Видели А потом Я беру Другое Помните С чего Я начал Узнаете И опять Ведь главные Рисунки Это те же Самые И опять Первая Неправильно Вторая Неправильно Третья Правильно И вот эта третья А такая же Огромная Смертельная Рана И вокруг Ее Все Обмерзнет Обмерзнет Вот еще Есть шанс Вот у Самого Левого И Пошло Поехало Наша Песня Хороша И все Сначала И Дерево Оказывается Не знает Это Опять Книга Дерево Не знает Как ему Расти Бог Оказывается Был Такой Плохой Садовод Оказывается Я когда много изучил Таких материалов Нет На свете Ни одного Дерева Правильного Ни единого Вообще Нет Они любые деревья Похабят И поганят И уничтожают Это еще считается Гуманным Вот сейчас Мы Сделаем Направим Неправильное дерево Причем Одни Вот так А другие Наоборот Вот так Вот Мне с собой Договориться Не могут Но надо Заканчивать Что мне Еще Показать Вот таких Книг У меня Наверное Сотня Я в первой Попался В столке Взял У меня Сотни Публикации Публикации Статьи Это Фактически Те же Книги Вот так Берем Стоит только Взять Тогда я покупал Я же не думал Об этом Посмотрите Видите Прививка Почкой Это называется Прививка Окулировкой Вживляется Почка А потом Это страшная Рана будет Когда Все что выше Прививки Будет просто Отпилено И будет страшная Рана Вот И никто Никогда Не догадался Что есть Способы Более полезные Проверенные Я 30 тысяч Саженцев Вырастил Не 30 Не 300 Не 3 тысячи У меня Может слышат Те кто Меня постоянно Критикуют 30 тысяч Чтобы убедиться Что Прививка Почкой Это не лучший Способ И Прививка Почкой Когда у дерева Нет выбора Ладно Быть С трех Одно Видно Растут по разному Вода такая Одна такая Одна кривая Одна в кости Одна вверх Одна вбок Одна вниз Вниз Вместо того Что вверх А когда по одной почке Мы же не знаем Ее характер Этой почки У нее есть Генетическая Предрасположенность И к морозостойкости Вот И к длине будущей ветки С почки берутся С боковых веток Ничего Не мыслит Не соображает А вот Исправлять деревья Это святое Вот Видите В самом верху Что получилось Вот тут Здесь опять Правильно Оказывается Вот это Правильно Две справа Две слева А вот это Неправильно А для меня Они все больные Они все Калеки Более Калеки Менее Зачем Зачем Было Печатать Эти газеты Дай газеты Тоже Газета Печатает Мои статьи Печатает Мои Рисунки Мои фотографии С пологими Холбами Нет Следующим номером Смотрю Доктор наук И рисунок Полтора метра Форма Пирамиды Египетская Полтора метра Вот просто Представь себе Мысленно А в центре В верхушечке Саженец Нарисован Я звоню Главный редактор Главный редактор Главный редактор Вы что сделали Зачем Вы это Напечатали Он же Доктор наук Вот и весь ответ Ну что Будем заканчивать Будем заканчивать Вот доказательства Того Что у человека Нет души Нету Нету А мы Этого человека Превозносим За то Что он Током Лапки Эти Самые Током Бил У лягушек Представляете Этого Хватило Чтобы доказать Чеками Души Вся Общественность Принялся Усторгом Доказали Ура Нет души Нет Бога В церквах Конюшни В церквах Это самое Взрывают В церках И людей Расстреливают Доказал Вот И до сих пор Ведь только недавно Была передача Только недавно Только Саша Телезаключил Какой он Выдающийся Не могу Я это видеть Хотел Процитировать Что Доказал Что нет души Да уже Сколько раз Показывал Ну что Заканчиваем На том Что нет души Вот это Тихий ужас Ой Я еще Половину Не показал Все Друзья Всему Есть предел Давайте я буду Заканчивать Как ее назвать У всех Они от души Но эту тему Я не развивал Тогда как По-другому Назвать Так Коммерческая Составляющая Вот Хотите Чтоб я еще Тысячу фильмов Сделал Если они Нужны вам Ничего Сейчас Это самое Показать Неудобно А я сейчас Подиктую Вы мне Поверите Вы же не поверите Что я от вас Хочу сейчас Вот это Ватсап Сейчас Делаю Посветитель На тень Чем не вижу Так Вот это Ватсап Вот это Будет Письмо От студентки Вот Которая Живет На стипендию В Абакане Я ее Зову Племянницей Хотя Она Совсем Мне никто Здравствуйте Вы так И не Отправили Фильмы Для того Что не хотите Больше работать Со мной Хочу Работать С собой Ну Несколько дней Не смог Ничего Сделать Вот Я все Молодею Итак Вот такой Фильм Стоит 200 рублей Сейчас Я ее Вышлю И опять Заплачу А всего Я за свою жизнь За эти Фильмы Заплатил Больше 300 тысяч Если кто-то Понимает Что Мне пришлось Многим Пожертвовать Вдруг Не подумать Что я испортил Этот фильм Тему 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 Тебе Знаете Как Еще Просто Состояние Спорь Ну Нет У меня 100 Рублей Ну А вдруг У кого-то Там Священно Завалялись 100 200 Рублей Можно На мой Телефон 8 960 776 8672 Тенге Тоже Где Отправиться Вместе С этим Фильмом И Еще У меня Еще У меня Эти Самые Еще У меня Вот Здесь Вот Он Начинаю Отсюда И Вот До Сюда Вот Это Только Начало Дальше Пошло Сотни Статей Вот Сейчас Возьму Ради Интереса Смотрите Вот Это Самое Дорого Учиться Не Нескак Кланяюсь Дальше Идет Промет Про Цель Вот Надо Ответить Знаете Сколько Лет Я ему Не отвечал Сейчас 2013 11 Лет И Все Рано Отвечу Все Рано Отвечу Вот А Посмотрите Что Творится У нас Это Самое Здесь Про душу И Тоже Бы Надо Я Чувствую Присутствие Добра Оно Есть И Обрат И Сторона Если Люди Жили Добром Земля Жила бы Вечно Вот По поводу Узоров На стекле Ваша Точка Зрения Правильна Такие Узоры И так Далее И так Далее Вы Знаете Что Такое Мои Фильмы И Статьи Про Узоры Это Как раз Происхождение Жизни На Земле Это Когда Узоры Это Всего лишь Замерзший Конденсат Он Делает Невидимые Конструкции Невидимые Поля Делает Видимые Специально Для Нас Ученые Заметьте Откуда Жизнь На Земле Взялась Есть Теория Есть Практика Все Есть Должна Быть Нобильская Премия Но Как Можно Даже Этого Не Видеть Представляете Сколько А мне Надо Повторять Почему Тошли Годы Ну Ставис А так У меня Переписка Была Один Свет Назад И Опять Надо И про Узоры И про Толсты Жизни Она Не Просто Вечна А как Она На Земле Взялась И вообще Не только На Земле А во Вселенной Что такое Биологическая Составляющая Невидимый Мир Который Когда-то Эфиром Называли А потом Людей Которые Называли Эфиром Первые Философы Первые Ученые Потом Их Признали Идиотами За Слово Эфир Пятая Составляющая Эфир Не Видели Не слышали Не понимают Нельзя Пощупать Значит Нет Этого А так И сделано Чтобы Пощупать Можно Только Самым Продвинутым Людям Короче 100 Или 200 Рублей Или даже 50 Вы Поможете Мне Этих Все Знаете Сколько У меня Их Знаете Что У меня Творится Это Все Нужно Опять По Новый Прошли Годы Я Физически Не мог Успевал Людям Отвечать Все Друзья Я Отключаюсь Теперь Окончательно 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 Продолжение следует...